Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, как выехать мужчине из Украины, сопровождая ребенка с инвалидностью. И разберем в первую очередь две ситуации, когда ребенок не достиг 18 лет, а также когда ребенку уже больше 18 лет, но у него есть инвалидность. Также мы разберемся и с ситуацией, когда у ребенка инвалидность не оформлена, но при этом у него есть определенные заболевания. Все это мы будем делать, основываясь на действующем законодательстве Украины и на знании реальной практики применения этого законодательства. Здесь, кстати, хочу отметить, что такой достаточно редкий случай в Украине, когда практика применения по сути на 100% соответствует тому, что записано в правилах пересечения государственной границы. Собственно говоря, давайте перейдем непосредственно к изучению этого вопроса. Поехали! Данный вопрос урегулирован правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. Ссылочка на эти правила будет в описании к данному ролику. В пункте 2.1 этих правил в абзаце 6 сказано, что в разе введения на территорию Украины надзвичайного або военного стану перетинати державный кордон мают право батьки, опекуни, пеклувальники, приемные батьки, батьки-вихователи, которые выховывают дитину с инвалидностью веком до 18 лет. И дальше я поставил многоточие, потому что там дальше идет перечень документов, с которыми люди могут выехать. С этим вопросом мы разберемся чуть позже. Но а здесь хочется отметить, что на сегодняшний день правила пересечения границы прямо предусматривают возможность родителей выехать, сопровождая ребенка с инвалидностью. Какие же нужны для этого документы? Нужно два типа документов. Это документ, подтверждающий родственные связи, либо определенные полномочия. То есть это может быть свидетельство о рождении ребенка. Ну и большинство, собственно говоря, выезжает по нему. Ну если человек является опекуном, попечителем и так далее, то, соответственно, дополнительный другой будет у них документ. И второй документ, который нужен, это документ, подтверждающий инвалидность. Хочу обратить ваше внимание, что перечень документов, подтверждающих инвалидность для совершеннолетнего и для несовершеннолетнего, он разный. Поэтому здесь мы разберемся с тем перечнем, который подтверждает инвалидность ребенка до 18 лет. Правила пересечения границы предполагают четыре таких документа и для выезда нужен один из них. То есть любой из этих документов, если есть, то можно уже выезжать. Как мы видим, к таким документам относятся посвящение, что подтверждает призначение социальной допомоги, в котором назначено статус дитина с инвалидностью, доведка про отримание государственной и социальной допомоги дитям с инвалидностью, индивидуальная программа реабилитации дитины с инвалидностью и медичный висновок про дитину с инвалидностью до 18 лет. Что же делать, если инвалидность не оформлена, но ребенок болен на такие заболевания, которые вы сейчас видите на экране? Не будем всех перечислять, здесь 12 типов заболеваний. И вот если у ребенка есть хотя бы одно из этих заболеваний, либо ребенок нуждается в трансплантации, либо нуждается в палеотивной помощи, то также родители могут выехать, сопровождая этого ребенка. Какие нужны документы в этом случае? Точно так же нужен документ, подтверждающий родство, то есть это свидетельство о рождении, либо документ, который подтверждает полномочия опекуна, попечителя и так далее. И второй документ, который нужен, это документ, подтверждающий данное заболевание. Какой же это документ? Документом, который подтверждает наличие одного из этих заболеваний, является либо доведка про отримание державной допомоги на детину хвору на тяжкие перинатальные уражения нервовой системы и так далее. Я здесь сократил полное название этой справки. Либо же доведка ликорско-консультативной комиссии закладу охраны здоровья о наличии, соответственно, вот этих заболеваний. Ссылочка на последнюю форму я оставлю в описании. И здесь я рекомендую тем людям, которые сомневаются, да, и у которых нет еще этой справки, вы можете пройти по этой ссылочке, скачать эту форму, распечатать и показать врачу, да, если у вас ребенок вот болеет, но вы сомневаетесь, входит ли его заболевание в перечень тех заболеваний, при которых можно сопровождать ребенка. Вот покажите эту форму врачу и скажите, что можете вы мне выдать такую справку или нет. Соответственно, если у ребенка соответствующее заболевание, ему выдадут заключение ЛКК о наличии такого заболевания, и, соответственно, с ним можете выехать. Обращаю ваше внимание, что на экране указано два документа, нужен при этом один из них. Обращаю внимание на то, что есть возможность сопроводить ребенка, который уже является совершеннолетним, но при этом имеет инвалидность. Обязательным условием должно быть наличие у ребенка инвалидности первой либо второй группы, и вторым условием должно быть то, что этот ребенок находится на содержании своих родителей. То есть, если, например, вам 50 лет, вашему ребенку 30 лет, у него так сложилось, что есть инвалидность второй группы, но он при этом работает, получает соответствующий доход, то вы не можете сопровождать его в этом случае. Здесь какие документы нужны? Ну, как мы понимаем, нужно подтвердить наличие группы инвалидности. Подтвердить ее можно, соответственно, либо удостоверением пенсионным, удостоверением о получении соцпомощи, справкой о том, что человек имеет право на льготы, либо удостоверением лица с инвалидностью. И, конечно же, нужно свидетельство о рождении. Но и я бы еще рекомендовал к этим документам добавить документы, подтверждающие, что ребенок действительно находится на вашем содержании, потому что на границе могут поинтересоваться, несмотря на то, что в правилах это не предусмотрено. Но бывает так, что говорят, а ты докажи, что ребенок на твоем содержании находится. А как ты докажешь? Ну, во-первых, если ребенку до 23 лет, и он учится, то вы можете показать, что там ребенок является студентом, этого уже будет достаточно, и дальше вопросов не возникнет. Но если ребенок старше, то я рекомендую вам получить справку о доходах ребенка. Сделать это можно через DIU, то есть зайти на сайт DIU и там вытащить эту справку. Для чего? Чтобы показать, что у ребенка нет никакого другого официального источника дохода. То есть у него вообще нет источников дохода. Максимум, что у него там может отображаться, это пенсия, либо социальная помощь. И в принципе в этих ситуациях, показав такой документ, пограничники воспринимают его достаточно хорошо, и можно будет выехать, сопровождая своего ребенка. Сколько раз можно пересекать границу вместе с ребенком? На сегодняшний день никаких ограничений не установлено. То есть можно ездить туда-сюда хоть каждый день. А что делать, если ребенок уже за границей? Если, например, мама с сыном, с дочкой выехала заранее, а вы остались здесь, и при этом у ребенка есть инвалидность. То в этом случае вы можете выехать. То есть не обязательно, чтобы мама с ребенком заезжали в Украину. Вы можете выехать самостоятельно. Документы нужны те же самые, то есть документ, подтверждающий инвалидность, либо там орфанное заболевание, свидетельство о рождении. Но и плюс к этому нужна еще справка о том, что ребенок стоит на консульском учете в той стране, где они пребывают. То есть мама должна сначала обратиться в консульство, поставить ребенка на консульский учет, получить, соответственно, справку. Вот эту справку отправить вам, и вы уже с этой справкой можете, соответственно, выехать без непосредственного присутствия и сопровождения ребенка. Итак, как мы с вами видим, на сегодняшний день правила пересечения границы разрешают мужчинам во время военного положения и мобилизации выезжать из Украины, сопровождая ребенка с инвалидностью. Хочу обратить ваше внимание на то, что для того, чтобы выехать, сопровождая ребенка, вам не нужно обращаться в ТЦК и СП за получением отсрочки либо получением какого-то разрешения на выезд. То есть для выезда вам достаточно тех документов, о которых речь шла выше. От ТЦК ничего не нужно. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также не забываем подписываться на мой Телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к этому видео. Там новостей гораздо больше идет сейчас, чем на моем Ютуб-канале, соответственно. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.